Здравствуйте, меня зовут Фёдор, и я хотел бы представить вашему вниманию небольшой обзор коммуникатора Samsung Galaxy Note. Поставляется он в такой коробке, указаны на его характеристики. Так, вот собственно сам аппарат. Отложим пока в сторону его. В комплекте у нас идёт документация, кабель передачи данных USB и microUSB, зарядка с выходом на USB, гарнитура с вакуумными наушниками и микрофоном, также кнопка и регулировка громкости. Разъём, ну, для подразъёма 3,5 мм, джек комбинированный. Насадки для наушников. Так, это от аккумулятора. Так, всё, положим пока на место, не откосим в стороночку, чтобы оно нам сильно не мешало. Так, приступим, собственно, к обзору самого аппарата. Начнём с внешнего вида и разъёмов, также различных датчиков. Так, спереди у нас находится дисплей 5,3 дюйма, разрешение 1280 на 800 точек. Разговорный динамик, датчики приближения и датчик освещенности. Также фронтальная камера. Камера у нас имеет разрешение 2 мегапикселя. Так, снизу у нас кнопка, физическая кнопка «Домой», которая также выполняет функцию разблокировки дисплея. Так, слева от неё клавиша «Меню», справа клавиша «Назад». Слева на торце качелька регулировки громкости, справа клавиша «Включение, разблокировки аппарата». Сверху у нас разъём 3,5 мм джек, дополнительный микрофон. Снизу у нас разъём microUSB, основной микрофон. И самая такая основная фишечка этого аппарата – это стилус или пёрышко. Вот так оно выглядит, это перо. Также оно оснащено кнопкой. Перо под ёмкостный дисплей. Вот такое пёрышко. Используется оно для рукописного ввода, для рисования различных заметок. Так, сзади у нас логотип Samsung, динамик. Камера 8 мегапикселей с автофокусом. И одинарная социдиодная вспышка. Так, снимем плёночку, чтобы нам лучше всё было видно. Так, снимаем её. Пёрышко. Пёрышко, подерживаясь здесь. Так. Ну, видим перед собой дисплей. Дисплей построен по технологии Super AMOLED с Pentile. Ну, так же никакой зернистости тут вы не увидите. Это просто домыслы, но не домыслы, а просто зависть конкурентов, что они не могут себе позволить такой шикарный дисплей. Петели видны-то только если под микроскопом разглядывать, тогда будет виден по тайлу. Так, на таком разрешении всё просто чудесно. Так, куда-то я зашёл никуда. Значит, пробежимся по тестам. Опять же, тест Multi-Touch. Здесь также 10 касаний поддерживается. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десятая. Вот она. Оп, исчезла. Так, ладно, 10 касаний. Одиннадцатая, опять же, не поддерживается. Так, перейдём от Multi-Touch к тестам производительности. Начнём с квадранта. Окей, Run Full Benchmark. Так, пока идёт тест, расскажу о начинке. Аппарат построен, ну, по начинке, так, близнец Galaxy S2. То есть, всё точно такое же. Процессор тот же. Это Samsung Exynos 4 Dual. Модель... Моделька у нас... 4210 моделька. Да, 4210. Exynos 4210. Тактован он здесь на 1,4 ГГц. И работает он в связке с графическим ускорителем Mali-400MP. Такой же, как Galaxy S2, Galaxy S3. И сейчас его уже ставит Samsung в более бюджетный аппарат. Это... Galaxy S Advance, Ace 2. Ну, там и работает в связке с Ericsson чипом. Это Ericsson U8500. Там это всё работает, конечно, послабее, чем здесь. Exynos всё-таки, он помощнее будет. И результаты. Так, показывает он. Идёт. Здесь прошит... Официальная прошивка. Он сначала был прошит 2,3,6. Из коробки я его достал. И он сразу же, при подключении к сети, предлагал обновиться до Android 4 и 0,4, по-моему. Сейчас уточню. Или даже... Нет. Скорее всего, 0,3. Да. Версия 4.0.3. Это не столь важно. Так. Вернёмся обратно к квадранту. Так. И результат его третья строчка. Точнее, уже не третья, а четвёртая. Поскольку S3, он вот здесь. Выше HTC One X и выше Transformer Prime. Где-то вот он... Сколько он там? 5 тысяч... 5300 с чем-то ещё даже. То есть, повыше он будет. Значит, четвёртая строчка. Набирает он... Вот. 3000... 3881 балл. Набирает Galaxy Note на официальной прошивке 4.0.3 Android. Итак, результат квадранта вы увидели. Теперь протестируем его на Antutu Benchmark. Запускается Antutu. Так вот. Предварительно 9 220. Но это не я делаю. Это просто данные из сети. Так, проверим. Именно этот экземпляр... Там, возможно, наставить прошивки. Этот результат был показан. Сейчас, скорее всего, будет выше. Так, по начиночке. По начиночке ещё у нас тут установлено гигабайт оперативной памяти. А также накопитель, флеш-память, ёмкостью 16 гигабайт. Плюс, также тут есть слот для карточек microSD. Поддержка официально до 32 гигабайт. Неофициально 64 гигабайт тут идёт. Дальше Bluetooth установлен здесь в версии 3.0. Wi-Fi в версии N. Также здесь установлен Wi-Fi Direct. Который, к сожалению, запустить мне его не удалось. Нужно было передать файлы. И пришлось их передавать по старинке через Bluetooth. Wi-Fi Direct. Я не знаю, где он там включается. Как-то это довольно всё сложно. Запутанно. Также здесь установлен, конечно же, GPS. Также здесь есть A-GPS. Это вспомогательная технология. То есть данные о местоположении берутся из сети. Помимо GPS здесь для оппозиционирования установлен наш российский GLONASS. Здесь, конечно же, присутствует FM-радио. Датчик положения в пространстве. Датчик освещенности здесь не расположен. Ну, да, датчик положения в пространстве не там, но не знаю, где он там. Где-то спрятан. Потом магнитометр. Или электронный компас. Так, ну про камеры я уже говорил. 8 Мп с фотофокусом. Причём камера мне, если честно, вот эта нравится больше, чем в Galaxy S3. Там у меня возникали проблемы с резкостью. То есть при недостаточной или слабой освещенности там краешки изображения. Ну не краешки, а в общем всё изображение достаточно сильно замыливается. Где-то всё неприятно. При такой стоимости аппарата и при... С учётом того, что производитель делал акцент на камере. И такой результат, в общем, совсем плохо. Тут же вроде бы всё довольно неплохо. Пишет он в видео 1000 вописи. Также, ну, насчёт воспроизведений я, поверь, к сожалению, не могу. Потому что почему-то карточка, которую S3 видел свободно, и он снова отказывается её видеть, ссылаясь на то, что не нравится ему в виде тела файловая система. Ну ладно, может попозже, если его они купят, на этот телефончик. Я всё-таки перекину на него 1080p файл и попробую его воспроизвести. Но я думаю, что с видео проблем не возникнет. Всё-таки Mali-400 и Exynos выдают очень даже неплохой результат по части видео. Аккумулятор, что по сравнению с другими модельками, конечно, очень-очень круто. Но с учётом диагонали, размера дисплея, с учётом того, что также начинка довольно много употребляет, всё-таки ему время автономной работы, ну не особо большой. Где-то день, может полтора, если сильно его не гонять. Так. Результат он пытал какой-то очень-очень слабенький. Не знаю, с чем это связано. Даже меньше, чем было в сети. 6098 баллов. То есть обновление сделал его ещё более медленным. Так. Посмотрим, где он находится в рейтинге. Он находится в рейтинге. Опять всего, он не тут разошёл. На... Ниже самого себя. То есть на 2, 3, 6 показывал он более высокий результат в этом тесте. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, просто Android 4 больше кушает. Ладно. Перейдём к тесту в виде составляющей. Запустим данный марки. Run. По части игр он ведёт всё похуже, чем S3. То есть в GTA 3 там видны какие-то подтормаживания. Что не очень хорошо. Ну, в мнении прожорного игр, конечно, там будет всё летать. И никаких тормозов быть не должно. Так, то есть подходит к концу. И выдал он нам 56,8 FPS. Так. Запустим данный марк 2. Рам. Так, пошёл тест. Пока он идёт, расскажу о размерах устройства. Размер составляет 146 мм в высоту, 82 мм в ширину и 9,65 мм в толщину. Вес составляет 178 грамм. По сравнению с Galaxy S3 он, конечно, смотрится куда более громоздким и более тяжёлым. Это заметно. Так. И выдал он нам 43,7 FPS. Так, тесты у нас закончились. Запустим игрушки. Так, Angry Birds быстренько стартует, но это неудивительно. Так. 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 Мульти-тач отрабатывает отлично, никаких подтормаживаний тут нет. Так. Ой. Так. Ну. Всё. 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 Работает. Без. Кажется, не подтормаживает. Так, салатно выходим. Итак, на птичек мы посмотрели, перейдем теперь к более серьезной игрушки gta-3 сейчас что там было лучше видно так надо отключить освещение чтобы было видно хоть что-то так но вполне себе ничего особых тормозов тут нет но все ж таки если очень очень сильно приглядываться то работает играть чуть хуже чем на с 3 чуть-чуть самая малость так выходим посмотрим как поведет себя нова 3 но также очень тяжелая игра кстати тут с новой вышел кое-какой облом тут ухудшена график то есть если на s3 там были видны эффекты видим такой размытости как бы называется там были такие эффекты есть они отсутствуют так сейчас это все загрузится картинка не знаю камера передает или нет скорее всего она не передаст но картинка прям очень хорошая выглядит просто отлично так что про панта и тексту абсолютно нигде не размыт ничего то есть вот вы можете видеть все абсолютно четко такс тут мы очутились очутились мы и нужно напротив сюда так ну так ну много работают даже по моему получше это все же таки игра изначально делалось вот мобильную платформу они это вот пошли какие-то все таки подтормаживание появились да подтормаживает ладно ну похоже чем на s3 но все же таки играть можно так выходим отсюда и теперь нам осталось показать прекрасно самое главное его особенности этого аппарата лишь бы только он не выключился я подозреваю что он сейчас как возьмет и как выключится на самом важном моменте значит особенностью этого аппарата является конечно же стилс вот этот вот стилс перышко емкостная вот так она выглядит вот логотип samsung вот такой у него наконечник и здесь присутствует также кнопочка используется он в общем в принципе можно его использовать для всего то есть как тот момент пальцем но здесь я заметил что стилус срабатывает только при нажатии и при прикосновении как вот пальцем пальцем можно просто даже почти не дотрагиваться до экрана просто проводить над ним срабатывает сенсор стилсом нужно нажимать скорее всего сделано это специально чтобы люди могли поностальгировать по тем временам когда были резистивные сенсоры там нужно было именно надавливать я думаю это сделано именно из-за этого потому что по идее он должен срабатывать даже от просто такого легкого взмарху вот я даже я прикасаюсь но сенсор не срабатывает стоит нажать все поехали так так что же можно помимо перелистывания меню делать стилусом стилусом можно делать вот что делать вот такие вот заметочки заметочки заметка тут можно выбирать различные стилей тут есть какая-то ручка кисть карандаш и я даже не знаю что это такое ну какая-то особенная кисть полиграфическая может вот что-то типа того заметка в чем сам ноут делает линии вот такие вот ровные красивые на ресистиве там это все получается очень коряво некрасиво здесь же он это все обрабатывает и получается очень даже неплохо хотя почерк у меня очень страшно неразборчивый но на ноуте все довольно таки прилично итак телефон как положено в самый неподходящий момент разрядился и выключился то есть обзор не успела доделать но если кому интересно в общем может еще поснимаю если опять же не продам но это теперь где-то недельки через две может быть что-нибудь я еще в Galaxy Note и i3 значит теперь самая можно сказать главная часть телефон этот я продаю то есть вот он такой как вы видели новенький только что распечатанный значит продаю его на молотоке могу и так продать пишите то есть могу переслать в другой регион он находится сейчас в Арунджи при желании могу отдать куда угодно но по России и доставка ну доставку прям бесплатно то есть обычная посылка я бесплатно вам его отправлю ссылка на молоток будет ниже видео ниже видео будет находиться если есть желание приобрести такой вот аппарат проходите по ссылочке покупайте пожалуйста значит ну в общем все что я хотел вам сказать наверное все спасибо за внимание до свидания до свидания